Или Рома? Вот в чём вопрос. Выиграй битву звонков и попади в прямой эфир Авроры. Сделай свой прогноз на матч Интер «Рома», который состоится 31 октября. И если твой прогноз окажется верным, то 10 тысяч драм твои! Официальный букмейкер большого футбола — Тоток Гейминг. Сделай ставку, сыграй на победу. Большой футбол на радио «Аврора». Слякоть, грязь, ужасная погода, пасмурно, друзья, даже холодно. Но ничего, мы не отчаиваемся, потому что на волнах «Авроры» большой футбол. Заходите вот очень-очень срочно и настоятельно, я вас прошу, заходите на радиоаврора.эм. Я буду смотреть вам прямо в глаза, не только я, еще вот коллега мой, он тоже смотрит прямо в глаза. Всем вам, всей нашей армии слушателей. Ну и, конечно, вы увидите прямую эфирную студию и будете знать, что такое визуальное радио в Армении. Кстати, первое визуальное в Армении. Всем привет повторный и спортивный. Номер 091-76-1007. Вам в помощь для дозвона в прямой эфир и для выигрыша 10 тысяч драм. Гога, конечно же, я хочу вместе с тобой напомнить о том, что официальным букмекером большого футбола является Тотто Гейминг, друзья. Если вы зарегистрируетесь на сайте Тотто Гейминг, предположим, до 30 октября, то там есть замечательная акция, благодаря которой вы сможете также выиграть один из десяти айфонов шесть. Например, если вы поучаствуете в турнире Айфон Блот, наберете необходимые очки, то один из десяти айфонов шестой модели. Один из шести айфонов десять на Тотто Гейминг. На Тотто Гейминг. На этом же сайте вы найдете масса разных игр и развлечений и, самое главное, коэффициенты на предстоящие игры. Мы сегодня в большом футболе будем обсуждать игру Интеррома, так что знатоки... А я почему-то думал Уфа Скай Энергии. Нет, нет, нет. Почему? Потому что... Почему кому-то не нравится Уфа Скай Энергия, например? Ну, мне, например, в принципе, это мало о чем говорит. Я вчера-то прочитала. Ты вчера видел один шестнадцатилетний, только, ну, в общем, юношеская какая-то сборная России, там, в общем, футболист. Так, 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 с центра поля голодный? Да. Не, не видел. Ну, прикольно это было. Я посмотрела, да, видел. Ты видел? Это было случайно. Я думаю, что он сам, честно, наверное, признался. Это действительно было случайно. Он просто... Такое было ощущение, как будто он бегал просто, знаете, так, и так решил пнуть. А, мячик лежит бесхозно. Давай-ка я его пнуть. Внимание футбола вот так вот и... Честно говоря, мне кажется, что юношеская сборная по футболу России так и играет. Как я его понимаю. Нет. Ну, хотя они куда-то там прошли. Там, на самом деле, ведется большая... Ну, они вообще-то в одной восьмой финала это сделали, этот гол был в одной восьмой финала, правильно? Да. То есть они в одну четвертую финала. То есть они уже в одной восьмой финала были. Угу. То есть это уже большой успех. Ну, в общем, юноши круче оказались, чем взрослые мужики. Почему? Ну, потому что взрослые там что, они пока только прошли в следующий тур, да, еще неизвестно, в одну восьмую пройдут или нет. Подожди, еще чемпионат будет. Посмотрим. Вот. Надо будет и на это поставить. И вообще об этом поговорить в большом футболе. Ты вообще о своей сборной думай. Не надо про сборную России. Я потеряла надежду. Я похоронила недавно вообще все надежды по поводу нашей сборной армянской по футболу после последних игр. Ха-ха-ха. И, я думаю, объяснений тут никаких не нужно. Не надо ничего хоронить, все будет нормально. Что ты можешь сказать? Остается только тебе видеть. Настроение под дождь какое-то. Друзья, друзья, я бы хотела напомнить вообще, что мы на прошлой неделе с вами, конечно, обсуждали интересную игру. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Принимали ваши прогнозы. Казалось, она не такой уж интересной. Оказалось? По факту оказалось. Ну да, потому что закончилось ничье, и никто из тех людей, которые поучаствовали в большом футболе на прошлой неделе... А, по-моему, кто-то говорил, да, про ничью, но не поставил. А говорил. Рафаэль сначала поставил на ничью, а потом бац, и решил, что Манчестер Сити. Да, ну что же вы... Что ж ты, Рафаэль? Десять тысяч. Десять тысяч вы не выиграли. Зато, может, кто выиграет? Алло. Ага. Ага, женский футбол. Здрасте. Как зовут вас? Люсине. Люсине. Ага. У нас сегодня какой-то такой день, знаете, в ограблении дозвонилась к Марианке Марианна, а к нам в большой футбол Люсине. Да, просто та-тина мере, и ингел дзангел. Десь та-тина мере? Да, ага, та-тина, зумкоста, а теперь балет, шкафутболи. Чем, мирёпэ. Бойте, это та-тин, узумахоса, твоя та-тин. А, да? Да, да. Да, да. Да, да, да. Люсу та-тин, а, да? Барев дзез. Барев, Савоптанам, а рачан хамор, ты бастен дзангел. Классно. Между прочим, нам тоже первый раз с вами так повезло. Знаете, а как вас зовут? Дзерянна Касек? Седа. Седа Вазгеновна. Подождите, я запишу Седа Вазгеновна. Дук, Дук, Ереви, Футбол Эксирюм. Ереви? Футбол Эксирюм. Ага. Ага. За кого вы болеете? Интер. Интер? Интер не болит. Седа, Татиджан. Ага, ашкерлэнсберас. Пилинжэлээрасицу пукчэнкяли. Инчанэмба. Да. Да, да, ребят. Ну, мне кажется, что даже уже лишним будет спрашивать, на кого вы ставите в Интер-Рома. Вы ведь 10 тысяч драм можете выиграть, Седа Вазгеновна. Если правильно угадаете, чем закончится матч. Вы знаете, когда будет эта игра? Интер. Да, в телевизоре. Это когда смотрим это радио, уже узнаем, да. Ну, значит, 31-го, в 23-45, я точно знаю, Седа Вазгеновна и вся ее хата не будет спать, потому что они будут следить за матчем Интер-Рома. Седа Вазгеновна, у нас появилась тут помощница. Да, я не знаю. Но я не знаю. Но как вы думаете, что Интер-Рома? Мы хотим сказать, что Интер? Что? Что? Да, да. Как вы думаете, Интер-Рома? Да. Как вы думаете, что Интер-Рома победит? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете, Интер-Рома? Как вы думаете? Да. Да. Это вы поняли. Наша слушательница любит команду Интер. В итоге мы на Интер, да, берем? Да, да. Да, да. Все, мы этот прогноз записали. И если так оно и произойдет, вы выиграете, Седа Вазгеновна, 10 тысяч драм в большом футу. В большом футболе от Авроры и от Totogaming.am. Тут у нас муха даже летает. Видимо, это вот какой-то такой сигнал. Видимо, кто-то не помылся. Седа Вазгеновна, Абрекшат, шат, шат, спасибо огромное. Вы только давайте с вами немножко познакомимся. Дук ворте рицейк. Асумаштираек тук ворченаек. Абовян и цинг. Абовян и цинг. Абовян и цинг. А, понятно. Из города Абовян. И с кем вы живете? У вас большая семья. С внуком, внуком. Внуком? С внуками. А вот Люсина это ваша внучка? Или невеста? Внука, внука, все есть у меня. Ага. Ну, вы богатая, Седа Вазгеновна. А где они работают? Чем они занимаются? Мне тут подсказывают. Спасибо, матерна. А, ну ладно. Это уже были пожелания, которые... Ответы на пожелания, которые еще не прозвучали. Мне просто еще интересно. А вам сколько лет, Седа Вазгеновна? Восемьдесят пятый год. Восемьдесят пятый уже пошел. Это ж круто. Сколько лет? Один в час это что попадает, да? Весь жизни. Понятно. Ну, вот видите, вот в восемьдесят пять лет вы до сих пор болеете за футбол. Какие у вас интересы классные. Седа Вазгеновна, я бы очень хотела пожелать всем нашим бабушкам быть такими же активными и спортивными, как вы. Правда? Да, правда, правда. Чистая правда. Куда же там бабушка, молодая женщина? Люся. Вы еще истории не знаете. Что мы не знаем? Ну-ка, расскажите. Вас вся страна... Жизненные истории. Жизненные истории? Да, да, да. Ну, я, конечно, могу только представить, что за восемьдесят пять лет вы много всего видели. Тем более из сумгаита. Можно, конечно, слушать очень долго. Да, но это немного уже другая история. И мы не будем... Давайте сейчас не будем грустить, Седа Вазгена, потому что сейчас у нас есть хороший повод повеселиться. Десять тысяч драм, если выиграете. Вот вы только не говорите, что вы внукам их отдадите. Это, знаете, моя бабушка так делала. У нее был любимый внук. Когда она там получала свою пенсию, она покупала всякие сладости и давала все любимому внуку. Вы тоже так сделаете, да? Нет, не делайте так, Седа Вазгена. Я к этому. Поделите все поровну. Или вообще себе что-нибудь купите. Ну, спасибо вам большое. Спасибо еще раз за участие. Вот видите, друзья, вот всякое у нас бывает тут в большом футболе. Кто только не дозванивался. Столько дети не дозванивались. Зато есть уже самая старшая, самая взрослая участница большого футбола. Пока. Самая взрослая, 85 лет. Посмотрим, может кто-то побьет и ее рекорд. Ну, твой рекорд еще пока никто не может. Я просто хочу вот так вклиниться, потому что сейчас всем слушателям интересно, кто это у нас так хорошо на Арцахском, на Карабахском-то наречии. Это наша Лия. Она нас всегда выручает. Она, например, легендарная Лия просто. Аброра в Арцахе. Это, как говорится, своя. И без Лии мы, конечно, никуда. Так что прошу любить и жаловать. Как вы без меня 8 лет-то прожили. Личка, а ну-ка давай с тобой попробуем озвучить коэффициенты на Totogaming.m на матч Интер-Рома. Итак, на победу Интера коэффициент 2,6. Коэффициенты Эль Кусу Вец. А нам же могут с Арцаха позвонить, правильно? Конечно, могут, причем на тот же самый номер 091 76 10 07. И в Арцахе нас также слушают на волне 100.7 FM. Вообще всем жителям Арцаха большие приветы всем жителям регионов Армении, в которых нас слушают. И, конечно, всем пользователям сайта radioavrora.am, потому что он помогает связываться с Авророй. Даже если вы где-нибудь, я не знаю, в Сибири живете, допустим. Я знаю, там много армян, я сама оттуда. Ребята, это все у нас продолжается. Просто эфирное время-то оно не резиновое, как говорится. Москва не резиновое. В общем, товарищи, следите за эфиром очень внимательно, потому что завтра вас также ожидают игры и ограбления и большой футбол. Мы продолжим принимать ваши прогнозы, ну, а продолжат рассказывать вам интересные всякие интересные новости. Уже через полчаса наша коллега Лилит Ахаджанян. Она сейчас очень серьезно читает что-то в интернете, так что ждите. Ну и, конечно, сразу после нас хорошая, позитивная, веселая и все-таки солнечная музыка, невзирая на такую погоду. Слушай и смотри «Большой футбол» на Радио Аврора.